Дай почитать. И стала победителем одной из самых престижных литературных премий Японии имени Рюнаске Акутагавы. Книга, хоть и названа романом, совсем небольшая, 170 страниц, рассказывается в ней о жизни Момоко Сан. Ей 74, и она совершенно одинока. Муж несколько лет назад внезапно умер от инфаркта. Дети давно живут отдельно, а она осталась один на один со своими мыслями, воспоминаниями, разговорами с умершими, обнаглевшими мышами и тотальным доходящим до сумасшествия одиночеством. Как всегда, японская литература изображает жизнь человека, мироустройство совсем под другим углом. Зрение и это рефлексия, медитация, самоисследование Момоко Сан заставляет каждого читателя взглянуть на себя, на собственную жизнь, на окружающий мир. Книга по своей структуре похожа на пазлы. Вот среди непрекращающегося потока сознания героини появляются воспоминания о юности, детстве, замужестве, сыне, дочери, обмане, смерти, любви, дурных и хороших поступках. В голове Момоко Сан множество голосов, а в доме пустота. Хронология жизни нарушена, но ее эпизоды вплетены в воспоминания главной героини и делают их правдоподобными, заставляют не воспринимать ее односторонне, а менять к ней отношения от жалости к непониманию и, наконец, к искреннему сочувствию. Разумеется, кроме достоинства в этом маленьком, нерусском романе, есть явные недочеты. Не поздновато лишь забраться в себе, может, годков эдак 50 назад надо было это сделать. Никаких желаний у героини нет, да и не было, кроме одного, стать идеальной женой. Потеря мужа горе, но для русского читателя, помнящего наших героических русских женщин, с покойной важностью лиц, с походкой со взглядом цариц, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, как-то, прямо скажу, мелковато. Нет нашего размаха ни трагедии, ни мелодрамы. Одним словом, Восток. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волково, 6А. До новых встреч!